Йоу, друг, здорово! Рад тебя видеть на этом видеоролике на канале Вов Ворон, как всегда, Сноураннер. Да, сегодня я немного преобразил наш зелок, я не знаю, это микс цвета чё-то пожарка, а-ля 04 газовая служба или МЧС. Ну, короче, какой-то микс. Также пришлось поставить высокое седло, да, потому что у нас сегодня гигантский, гигантский просто, я не знаю, прицеп, как это называется. Везём строительную платформу на боровую площадку, это у нас третий этап в этой миссии. Сегодня уже мы получим вознаграждение за это задание. В общем, ладно, меньше слов, больше дела. Заводим движочек наш. Что-то тут как-то у нас шумно, шумно на этой площадочке. Собственно, ребята, вот эту штуку мы везём с вами. Да. Я не знаю, она на фоне Зила просто смотрится, ну, ну, капец. Ну, реально капец. Я не знаю, как мы это повезём. Что, присоединяем? Она вообще присоединится? Охренеть, охренеть. Да, просто массивная херня. Мне кажется, гигантская топливная цистерна, что мы возили, просто отдыхает. Давайте попробуем грамотный маршрут проложить, как мы поедем с вами на боровую площадку. Ехать довольно далеко. Точно мы выезжаем через эту дорогу. Даже не обсуждается. А вот дальше, дальше смотрим. Тут мы фиг проедем. А вот здесь, кстати. А вот тут-то. Ой-ой-ой. Хорошо, как я уже думал сейчас через низ вот так вот ехать. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр через лесопилку. Но нет, смотрите, у нас вроде бы... У нас вроде бы есть проезд, ребята. У нас тут, конечно, если бы было бы сделано, мы могли бы как-то вот тут крутануться, но... Но нет, поедем вот здесь. Но, слушайте, тут прям вообще жесткая водища. Но мы вроде уже ездили, если я не ошибаюсь. Да, мы тут проезжали. Вот эту часть мы... Конкретно вот эту вот дорожку мы уже ездили. В общем. Эй, друг! Не спать! Как всегда. Стоит отлечься, сразу уснул. Так, ладно, что, друзья? Выдвигаемся. Ой-ой-ой. Такая маленькая машинка. Я вот даже на всю сейчас камеру отодвинул. Это я на всю отдалил камеру. Просто от третьего лица. Оно все на экране перекрывает. Весь вид. Так, текстурки что-то лагают. Какого фига они вообще лагают? Конечно, это жесть. Вот в данном случае даже удобнее ехать от первого лица. По зеркалам чисто ничего не видно, кроме нашего прицепа. Ладно, едем. Аккуратненько, я думаю, доедем. Обязательно надо будет сделать превьюшечку с такой фигней сзади. Массивный. Так, перед поворотами мы особо не будем разгоняться. Нам сюды, да? Отлично. Я уже много раз говорил. Жаль, вот прям не хватает. Я, кстати, тот прицеп длины из предыдущей серии, если смотрели, скинул на базу, точнее, на территорию гаража. Хотя у меня был вариант его бросить там, где мы с тобой на буровой остановились в прошлой серии и просто эвакуироваться. Но мало ли, кто знает. Я решил его довести, чуть-чуть изменить внешку и поменять седло. Это просто необходимо для выполнения этой миссии. Смотрите, как мы еле-еле ползем. Тут еще камни начинаются. Давай, родной, давай, 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 полный привод вывози. Мощнейшая задняя резина на задней оси. Вот. Я уж, блин, забыл, на чем остановился и говорил-то. А, ну, короче, скинул тележку ту нашу длинную. Поменял внешку, поставил высокое седло и в путь. И в путь. Что-то какая-то, чувствую незаконченная мысль, что-то я хотел сказать, что-то не то, короче. Бля, вот это вот жесть камни. Аккуратно поедем. А, то, что дождь шел, когда я ехал вот за этой, за этой херней гигантской. Дождь шел, я уже много раз говорил, жаль, тут нет дворников. Просто, когда идет дождь, у тебя машина в грязи, чтобы это все на лобовое просто ошметками прилетало. И ты дворниками. И еще брызгалкой. Но что-то я уже слишком многого хочу, наверное. Но атмосферу бы это много добавлял. И чтобы грязь, зараза, не исчезала. Просто тут в прошлой серии мы заметили, машина временем, оказывается, исцеляется у нас какого-то фига. Просто повреждение само от времени исчезло. Также грязь исчезает. Это вот обидно. Из-за прицепа, не знаю, друзья, если знаете, напишите в комментарии, они повреждаются или нет. Либо мне просто везло, я ни разу не повреждал. Может, там какие-то колесики на камнях можно повредить. Напиши в комментариях. Если этого нет, вот это было бы тоже... Было бы, ну, нормально. Конечно, это добавило бы сложности, хардкорности. Блин, что мы... Как-то неуверенно ползем. Неуверенно, но ползем. Ой-ой-ой, если будут тузкие повороты, я фиг знаю, как это нам вообще дастся. Это, мне кажется, официально один из самых интересных пока что заказов, которые я вез в Сноураннере. Провода бы еще внизу, дети. Вот если бы еще током шандарахнул, значит, я вообще в реализм ушел. Да. И так отличная игра. Ладно. Это уже мои большие придирки. Что, нам тут налево хотите сказать или прямо туда? Ух, я уже думал, сейчас этот резкий поворот придется исполнять. Просто представляете, какая идет колоссальная нагрузка на раму ЗИЛа. Тихо, тихо, аккуратно. Тут прям аккуратно надо. А что по фарам? Да-да-да. Придется вас чуть-чуть подвинуть, ребята. ЗИЛ-то пройдет. А вот это... Ну, в принципе, плюс-минус. Интересно, как вот эта местность выглядела, пусть даже в игре, допустим, лет 5 назад, 20. Как вот эти столбы стояли? Тут, наверное, не было вот этой такой водищи. И была какая-то сухая поверхность относительная. Ой-ой-ой, чувствую увязнение мы сейчас с вами. Ладно. Если что, дифференциал еще не включили. Попробуем, что ли, включим? Либо я ошибаюсь, либо мне кажется, либо... Что-то много я разговариваю. Либо оно реально пободрее пошло. Скорость, конечно, невелика. Но полный привод просто крутит быстро колесики и зарывается. Хотя мы сейчас, кажется, и на дифференциале тоже здесь зароемся. Я уже забыл про традицию. Если мы не раз лебедку не используем, просто класс будет. Просто кайф. Если лебедочку используем за доставку, то, блин, это уже минус-минус. О, сейчас вообще в кабину все потечет, кстати. Сухо у нас тут. Ой, смотрите, у нас тут много охвата. Да, ребят. Ну ничего, помоем ноги заодно. Ой, вот я вспомнил про лебедку. И, походу, нам реально нужна лебедка. Лебедка. За что ты там зацепилась? Что-то ты... Ой, блин, не то нажал. Лучше не глушить, а то потом еще хер заведемся. Давай, давай. Блин, вот минус-минус. Ну, ладно, простительно. Реально, потому что жесть, что мы везем, и через что мы просто везем. Дело вообще красава. К нему вопросов нет. Так, лебедку отсоединяем. И, надеюсь, вот эту часть, оставшуюся, проберемся. Но, ну, что-то как-то не уверенно. Я не уверен. Нет. Опять лебедка. Может, дифференциал отключим? Руль влево, руль вправо. Тоже нет. Ай, второй раз лебедку, да. Что, не дотягиваемся? Мы не дотягиваемся чуть-чуть до столба. Вбок нам точно не надо. Видимо, дерево придется какое-то цеплять. Да этот куст сейчас сразу согнется. Все, минус куст. Ладно, чуть-чуть хотя бы дернуть. Немножко хотя бы вперед продвинуться как-нибудь. Был бы у нас кабас здесь поблизости бы. Вручать поехали. Вот тоже минус продал здесь. Американский этот грузовичок. Не на чем ехать спасать. Только шевролеха есть. Что-то как-то плохо дела. Вообще плохо дела. До чего у нас еще дотянет. До этого ветку мы сейчас просто сдвинем. Хотя нифига себе ветка. Нифига себе. Там точно за ветку зацепились? Так, еще раз пониженная. Давай, давай, родная. Я перед этой серией хотел продать, короче, шевролеху. Вообще не хотела. Хорошо, что я ее не продалась. А что мы можем у нее быстренько прыгнуть и хоть попробовать вытащить? Ну, смотрите, дифференциал вывозит. Прям отличная серия. Мне нравится. Интересная. Такую херню тащить за собой. Не без лебедки. Ладно. За это минус. Но это оправданный минус. Все, полный привод. Давай. Плохая идея была здесь остановиться. А вот скриншотик сделаем фоточку. Фоточка на привишечку. Скажем, чиз. Е-бой. Отлично вроде настроил. Так, все, выходим с фоторежима. Побаловались и хватит. Давайте. Наша задача довести уже груз этот. Зря я рановато выключал дифференциал. Тут еще можно было увязывать в грязи. Но благо вывезли. Смотрите, даже, надеюсь, не накаркиваю. Без повреждений пока едем. Без каких-то аварий. Там на камнях не прыгаем. На аккурате двигаемся. Так, стоп. Вот он наш резкий поворот. Нормально все, ничего не снесли. Ну, табличку, конечно, скорее всего, мы сейчас снесем. Но это малая жертва. Эй, я слышу лягушек. Ну, действительно, здесь болото. Так. Мы вроде бы близко, но еще не конец. Мы еще в болотах. Болото тут суровые. Давай, 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 давай. Вот дерево. Повредим, скорее всего. Но оно и так уже какое-то зачахлое. Ой, 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 ой. На своей подножке. Задние колесики просто тык-тык-тык крутятся. Прям вообще намертво, как будто на ручнике стоим. Надо что-то посерьезнее. Надо что-то посерьезнее. Опять я путаю кнопку. Лучше двигатель. До массивного дерева мы что-то не особо, да, достаем. Все, контакт пошел. Сыпуха есть. Вот тут я реально не ожидал, что мы застрянем прям до лебедки. Вплоть, что придется ей воспользоваться. Я и так, ребята, стараюсь брать максимально большой радиус, чтобы поберечь деревья. Ну что, поплаваем? Ну, лодка. Вот, вот. Офигеть. Все, прицеп встрял, а лебедку тут не значит цеплять. Эх, может я не самый лучший маршрут выбрал. Может надо было через низ ехать. Там как бы подлиннее, но дорога-то попроще будет. Но в то же время уже скучно по одной и той же ездить. Там же нужны приключения. Зачем это мы зацепились за камень какой-то? Нет, нет. Нет, нет. Давай, давай, родная. Контакт пошел. Есть контакт. Плывем. А тем временем уже темнеет. Что там по времени? Ну да, вечер. Опять к ночи мы приводим. Так, а что такое? Давай, давай не надо. Вот, давай не сейчас. Аккуратно мы вывозим. Вот в таких перепадах ножками груз может цепануться и все. Главное, чтобы было за что лебедку цеплять. Ну Зил вообще красава. Такую фигню тащит на себе. Просто работяга. Вон он, наша буровая. Встречайте, ребят. Время еще шести вечера нет. Рабочий день не окончен. Давайте. Работайте. Или хотя бы принимайте. И мне оплату дайте. Бухгалтерия еще не свалила. Оплатите мне мой заказ. Да. Здесь тоже грязь. Прям мама не горюй. Давай, давай. Так. Вот это я зря. Вот это я зря. Так что на будущее будем иметь ввиду. Либо чтобы вероятность проходимости, когда будем выбирать маршрут, была больше. Даже если там дорога длиннее. Или выбирать более сложный участок, но короткий. Короче, все зависит от груза. Вот об этом я не думал, когда составлял маршрут. Но мы все прошли как бы успешно, отлично. Можете поздравить нашего водителя, нашу технику ЗИЛ, которая для Америки возит какие сложные грузы. А их просто техника не справится, она такой не доставит. Опять текстурки какие-то. Ух, я уже думал. Я испугался, что за херня произошла. 7400. Итого у нас баланс 44 тысячи. Е-бой. На полпути мы КамАЗу с вами конечно принимаем. Так что... Так что вот так вот. Кайф. Мы выполнили с вами 3 поручения для Буровой. Так что, друг, спасибо, что смотрел. Не забывай ставить лайк вверх, если тебе понравилось видео. Если ждешь остальных видео, то не забывай подписаться. И аривидерчи, увидимся на следующих сериях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok